На избирательных участках в Чувашии не будут спрашивать ПЦР-тесты или QR-коды. По мнению главы Центра избиркома Республики Александра Цветкова, это может ограничить конституционные права граждан. При этом сентябрьские выборы пройдут с соблюдением всех санитарных норм. Напомню, голосование пройдет 17, 18 и 19 сентября. Это поможет максимально развести потоки избирателей и избежать их скопления на участках. Члены избирательных комиссий уже сейчас проходят добровольную вакцинацию от коронавируса. На сегодня Центральная избирательная комиссия заверила списки восьми партий, которые выдвинули кандидатов на выборах депутатов в Госсовет Чувашии. По данным на вечер 21 июля в парламент Республики изъявили желание баллотироваться 28 кандидатов-одномандатников. Двое уже отказались от борьбы, зарегистрированных кандидатов пока нет. Сегодня на выборы в Госдуму выдвинулись еще 4 человека. От партии «Гражданская платформа» документы подал директор Академии компьютерной графики Сергей Сорокин. От партии «Коммунисты России» документы предоставил временно неработающий Владимир Андреев. От партии «Новые люди» Олег Баранов. По Канажскому одномандатному избирательному округу выдвинулся бывший министр природы, представитель партии «Зеленый» Александр Воробьев. В итоге на выборы в Госдуму от Чувашии выдвинулись 20 кандидатов-одномандатников, 19 от партии и один самовыдвиженец. Продолжение следует...